Это рай для инвесторов, заверяло руководство Край еще в 2011 году, показывая на поля у въезда в Наукоград. Вот только спустя 6 лет участок земли в 50 гектаров выглядел не как поле чудес, а как все тот же пустырь. К этому моменту на площадке лишь завершали строительство инфраструктуры. Сюда подведен водопровод, он заполнен, он работает. Подведена линия канализования. На сегодняшний день построена газовая котельная, мы потом чуть позже подъедем, увидим ее. Проведен газ на сегодняшний день и сделана подстанция на 35 кВт и разведены, как вы видите, подстанции, которые по 0,4 кВт будут снабжать уже участников кластера электроэнергии. В этом году золотые ворота Алтая должны были распахнуться для туристов, которые едут в Белокуриху и Горный Алтай. Но на месте кластера по-прежнему не введен в эксплуатацию ни один из десятков обещанных объектов. Справедливости ради отметим, дело с мертвой точки все-таки сдвинулось. Один из резидентов кластера приступил к возведению здания придорожного сервиса. В туркластер «Золотые ворота» уже вложили около 400 миллионов рублей из федерального и краевого бюджетов и больше 130 миллионов – деньги резидентов проекта. Впрочем, от инвесторов ждут еще больше миллиарда рублей, уверял журналистов. В марте этого года министр экономического развития края Николай Чеников. Сейчас у «Золотых ворот» есть четыре инвестора, сообщил достоверный источник нашим коллегам из Политсибру. Помимо горной страны, еще три инвестора «Золотых ворот» сейчас на подготовительной стадии реализации проекта. При этом один из резидентов – иностранная компания, которая пока не может приступить к работам из-за санкций. При этом еще в прошлом году власти края отчитались о готовности проекта. В официальных документах правительства кластер числился как действующий. Сообщалось также, что на «Золотых воротах» создано свыше 500 новых рабочих мест и на 30 с лишним тысяч увеличен поток туристов. На днях в Ростуризме салтайских чиновников, которые стремятся попасть в новую федеральную программу развития туризма, спросили о реализации проекта с семилетней историей. На выставке «Нтурмаркет» вы обещали, что «Золотые ворота» в мае начнете стройку по автотуристскому кластеру. Строимся. Строитесь? Начали? Открыли стройку? Идома. Надо до конца 2018 года все свои обязательства исполнить. В Ростуризме чиновникам края напомнили, что из прошлой программы в общей сложности не воплощено в жизнь около 30 объектов. Нереализованные проекты подчеркнули в Москве. Резко снижают шансы нашего региона на включение его в новую федеральную программу. Елена Макаренко, Наши новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова